22 августа на базе Игерухайской школы прошло традиционное методическое объединение учителей-предметников, на котором плодотворно обсудили стоящие передним задачи в новом учебном году. Сегодня на базе муниципального образовательного учреждения номер 3, аула Игерухай, проходили заседания секции методических объединений учителей района. Всего секций было 8. На каждой секции заседали руководители методических объединений и педагоги нашего района. Кроме того, заседали секции руководители общеобразовательных учреждений, это директора школ и заведующие дошкольными образовательными учреждениями. Рассматривался вопрос, актуальное состояние системы образования и задачи на следующий учебный год. Это, в принципе, большой педсовет педагогов всего района. На секции были разные. В первой секции, например, рассматривались вопросы повышения качества образования. С какими итогами в этом году мы пришли к новому учебному году и какие задачи каждая секция и каждый учитель района ставит перед собой. Мы в секции руководителей образовательных учреждений рассматривали вопросы повышения качества образования, составление учебных планов для национальных школ, для русскоязычных школ, потому что произошли небольшие изменения в этих учебных планах. Мы стремимся эти учебные планы сделать как можно более одинаковыми, несмотря на то, что право выбора есть у каждого нашего ученика. Хочется отметить, что важную роль в таких мероприятиях играет секция молодых учителей, где каждый раз обсуждаются новые темы. С введением в 2013 году нового закона об образовании в Российской Федерации, значит, новых стандартов, изменились, конечно, и отношения в системе образования. Это экономические, это отношения между самими людьми, это юридические вопросы в системе образования, но по-любому ключевой фигурой была и остается фигура учителя, ну, педагога в целом. Учитель, педагог одно и то же. Ну, в системе образования Кашкабльского района на сегодня, по последним данным, засчитывается 1195 работников. Это учителя, вспомогательный персонал, административно-хозяйственный персонал, значит, из них 696 педагогических работников, в том числе 403 это по школам, 141 по детским садам, 152 по учреждениям дополнительного образования, у нас 13 садов, 13 школ и 2 учреждения дополнительного образования, чтобы вы знали. Высшее образование имеют 630 человек, заочно обучаются 8 человек, по результатам аттестации имеют высшую квалификационную категорию 149 человек, первую 131. 79 педагогическим работникам присвоены почетные звания, это отличник посвящения Российской Федерации, почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженные работники народного образования Республики Адыгея, 28 награждены почетными граммами Министерства образования и науки Российской Федерации, у нас в системе образования 6 кандидатов.